здравствуйте дамы и господа с вами компания би консалт и сегодня мы продолжаем серию видеороликов посвященных power bi в прошлых видеороликах мы уже загрузили определенные данные которые включают информацию по продажам с интернет-ресурса по стоимости кликов по визитам количество визитов на сайт количество корзин сумме корзин но и количество продаж я уже говорил мы сформировали календарь для того чтобы наша модель была целостная чтобы мы могли связать определенные таблицы частности продажи и количество визитов до аккаунтов visitors также мы с вами обработали себя связи которые но построили можно сказать даже связи автор лиц аккаунтов visitors и стоимости кликов таким образом чтобы они были связаны по полю связь визит клики напомним этом объединяли два поля в каждой таблице чтобы получить ключ ключ основанный на ресурсе значит с которого пришли типа перехода и дата которая в принципе сформирована как год и неделя до номера недели если вы не смотрели предыдущие видеоролики рекомендую посмотреть чтобы понимали что будет происходить в этом видеоролике в данный момент мы имеем вот такую модель нехитрую и хотим построить несколько визуализаций посмотреть что же у нас данными но мы уже видим что у нас вот вот такие такая история по годам на суммы мы видим какие да мы видим стоимость затрат на переходы количество корзин сформированных нашими клиентами и сумму продаж но также мы видим что у меня есть смысл поиграть с данными по фильтровать их потому что количество корзины сумма кликов явно отсутствует в нашей модели за определенный период то есть вот до 2010 года явно это эти данные просто отсутствуют в модели вот мы могли бы но исключить их из выборки вообще то есть в принципе из модели исключить но в данный момент мы этого делать не будем мы просто напросто сформируем наш дешборд и воспользуемся фильтрами и будем просто фильтровать поставим фильтрацию по годам и таким образом отсечем не нужные нам данные и так визуализацию мы удалим нижнюю часть поставим нашу столбчатую диаграмму она показывает нам распределение по продажам точнее именно вот как у нас шли продажи по годам мы здесь можем даже погружаться в данные так значит сейчас сейчас мы с вами будем строить модель панель панель значит давайте начнем с того что воспользуемся визуализации карточка и сюда разместим основной не или несколько основных показателей ключевых показателей эффективности что это может быть ну например я туда вынесу сумму продаж сумма продаж а вот у нас есть сумма продаж и есть себестоимость себестоимость то есть себестоимость я думаю что нам нужно сделать следующим образом нам нужно вот в этой таблице создать меру кстати говоря создадим меру которая посчитает нам сумму выручки она будет считаться таким образом я уже проделывал не раз но повторение мать учения говорят так будем пользоваться только одной таблицей таким образом что у нас будет получаться что мы здесь возьмем количество умножим на количество мы умножим на себестоимость получим то же самое что то же самое что и сумма продаж да но только мы отдельную миру сделали поэтому для нас если честно вот было бы легко посчитать именно сумма продаж так он продаж минус вот свой продаж до минус себестоимость это будет наша выручка так все прекрасно так выручка выручка вот она да ну и сюда ее можно перетащить перетащить было туда можно соответственно выручку было в поле перетащить вот она ну прекрасная цифра совершенно замечательная так значит вот вот так она отображается если мы хотим к примеру описать чтобы секунду чтобы у нее был формат рубля нужно вот перейти на вкладку данные в моделирование и в формат и здесь найти нужный формат валюта и валюта у нас рубли но здесь по умолчанию он не выбраны где-то вот вот тут вот это рубли наши замечательная россия россия вот российский рубль вот как бы это не было прискорбно лучше всего запомнить это расстояние да наверно так ну вот хорошо сделали все посмотрели вот рубль сиски рубль появился так давайте теперь попробуем разместить серию карточек серию карточек ну допустим сделаем это можем сделать это вот так по разному сделать и сюда мы поместим сюда мы поместим давайте сумму корзин сюда поместим значит нам еще интересно сумма кликов да то есть сколько там потрачено было на рекламную кампанию ну и количество корзин пусть будет да ну так далее то есть вот у нас есть показатели эффективности дополнительные мы так вот растянем это дело и сейчас предлагаю немножечко может быть поиграться связано с настройкой именно визуальных элементов то есть вот например я хочу чтобы они были побольше чтобы на них внимание больше как бы акцентировать да здесь тоже можно было приписать рубли я уже показал как это делать просто не буду на это тратить время вот меня сейчас данный момент показана вот такая визуализация я хочу теперь добавить фильтры как мы с вами наговорились мы с вами воспользуемся фильтрами вот есть такой вот фильтр визуализация срез так называемый срез и здесь мы будем располагать фильтрацию по годам ну вообще по временной шкале так сейчас мы визуализация срез хочу заметить что очень много чего можно кастомизировать очень много чего можно по-своему здесь настроить вот чтобы вылез заголовок нужно немножко просто пониже сделать ну чтобы дать место этому заголовку ну давайте дадим чтобы было понятно с чем мы работаем вот месяц год да ну допустим этого хватит для начала так ну к примеру добавлю просто показать например dim source на вот такой вот этот уже ну выглядит по-другому то есть на самом деле например вот сюда так этот мы уберем так приберем немного и разместим наш фильтр таким образом чтобы можно было его просто использовать да разнообразные источники откуда при переходе на сайт у нас происходили здесь вы можете заметить что здесь числовые значения он предлагает выбирать как некий промежуток от допустим начала до конца здесь предлагает выбирать чекбоксами ну соответственно безусловно это все здесь конкретно неудобно потому что их здесь очень много ну вот я показал ради примера давайте теперь попробуем получить визуализацию какую-нибудь да то есть диаграмма с областями вот например по временной шкале да можно здесь поработать то есть взять например так например год так год и вывести сюда например сумму кликов проанализируем сколько у нас кликов ну сколько как менялись менялась стоимость кликов течением времени так ось мы делаем год сумма кликов условное обозначение ну вот вы видите что у нас построилась диаграмма значит количество диаграмм у нас равно количество месяцов и показано течение ну течение годов мы можем выбрать какой-то месяц какой-то конкретный месяц например там одиннадцатый месяц можем выбрать вот и диаграмма подсвечивает нам именно этот одиннадцатый месяц здесь можем снять уборку и видим снова все остальные цвета ну это тоже как пример я лично вот немножко мне не нравится как это все выглядит можно просто сделать вот так например да и детализацию на месяц спустить вот так например то есть теперь я включаю детализацию здесь таким образом и могу посмотреть например что у меня затраты на рекламную кампанию в ну в 2011 году выросли так я допустим даже могу так метки данных включить ну чтобы я видел живу цифру а вот уже я выбрал год здесь да и и таким образом провалился вниз как бы получается до уровня детализация то есть я могу настраивать эти уровни как хочу то есть я могу еще дальше пойти попробовать вот здесь вот посмотреть по дню например меня интересует вот было один 13 миллионов в десятом году и 27 миллионов в одиннадцатом году например я интересую меня интересует десятый год а вот я нажимаю оп мы видим что двенадцатый месяц да у нас одиннадцатый десятый девятый и восьмой больше месяцев у нас нет то есть восьмого месяца немножко нестандартная сортировка вот здесь сверху справа можете нажать и включить сортировку да либо по абсолютному значению то есть таким образом вот стандартно да вот он будет сортировать скорее всего у вас вот так вы можете это поменять включив сортировку месяц год да который у нас был здесь сверху выбран данный момент детализация и включите по возрастанию сортировку таким образом вы можете включить с восьмого по двенадцатый месяц вот вы видите да как у вас шло оп оп да в одиннадцатом больше всего и девятом как бы тоже хорошо хорошо шли затраты на рекламу давайте проанализируем девятый месяц и посмотрим что происходило там видите у нас здесь день выбран вот наша сортировка здесь применилась то есть мы сделали сортировку до этого момента и она применилась ну там и соответственно работает здесь да на уровне дня вот мы видим вот такую информацию это у нас первая страница вот если мы условно вот так вот продлим да и сформируем вот здесь вот таким образом таким образом хорошо вот я могу сейчас смотреть затраты на рекламу да и прибыль да ну чистую прибыль то есть валовую прибыль вот на этом графике сумма продаж можно можно например вывести похожий график как и здесь но с допустим прибылью или же я могу вывести второй график сюда и на этой же временной шкале показать именно чистую прибыль да у нас сумма кликов в данный момент давайте покажем чистую прибыль которую мы получали сумма продаж так ну давайте конкретно вот сюда нам нужно так ну получается так что сумма кликов уничтожена меньше суммы продаж то есть таким образом мы даже не видим ее на временной шкале давайте попробуем так давайте попробуем как-то побороть это все но можно например в подсказке вывести таким образом я могу наводя на определенное значение здесь например вывести сразу сумму продаж то есть вижу что вот она была такая не такая или же я могу вывести параллельно график то есть например вот здесь у меня выводится вот он таким образом я могу его вывести скажем выручку нам вот выручка и так как видно у нас себестоимость и как бы выручка и сумма продаж не сильно отличаются ну отличаются на какую-то незначительную сумму ну вот такие вот у нас данные значит давайте посмотрим вот выберем 2010 год не забываем включить погружение так 2010 год выбираем здесь да и соответственно выбираем здесь ну вот сразу видно да разница здесь уже разница более видна ну по большому счету основное отличие еще в том у нас что данные за 2000 там девятый ну и в историю дальше отсутствует модель поэтому здесь как раз вот и разница здесь у нас вот полтора и 0.9 да ну 51 и 94 достаточно серьезная разница так включаем здесь погружение тоже и вот таким образом мы можем видеть да что стоимость вот сумма кликов у нас начинается восьмого месяца вот такая а например сумма продаж и выручка идут вот так таким образом мы можем их сравнивать ну давайте поставим восьмой месяц вот они перестраиваются да чтоб мы могли сравнить это дело да ну и мы видим что здесь 2.4 миллиона а здесь 135 чисто продаж было и 66 миллионов выручки и так далее да вот здесь совсем одинаково в ноябре значит скорее всего здесь у нас отсутствуют данные вот и здесь в том числе то есть ноябрь декабрь данные по себестоимости скорее всего отсутствуют вряд ли ну вряд ли как бы это эти суммы могут быть равны идеально вот также хочу заметить что вот значит можно строить несколько страниц да это вот например у нас будет первая страница так и мы ее можем продублировать мы получим стало быть вторую страницу вторая страница и здесь мы соответственно попробуем представить данные несколько в другом свете к примеру пока пусть будет именно вот так я вообще предлагаю выделить вот 2010 год и с ну и полный месяцев например вот так чтобы нам было проще работать например мы хотим посмотреть табличную форму более такой не знаю дискретный анализ что ли провести вот делаю большую таблицу я может потом уменьшу еще посмотрим значит хочу и хочу хочу у нас матрица и я например хочу в строках видеть например года да и потом погружаться до дней сейчас я объясню почему именно так делаю а столбцы я хочу видеть ну месяцами да то есть именно вот чтобы нам было проще так и здесь мы с вами значит посмотрим стоимость стоимость кликов сумму кликов на сумму рекламной кампании вот у нас сейчас информация вот значит у нас действительно получается вот с 8-го месяца здесь есть информация и здесь у нас 1-го месяца с 1-го месяца секунду января 2011 есть информация давайте теперь посмотрим как бы нам более удобно посмотреть вот именно данные потому что в этой матрице я не очень пока вот на скидку да на первый взгляд могу разобраться где у нас меньше где больше да так если приглядеться можно конечно рассмотреть но это все безусловно неудобно у меня есть вот значение да значение это сумма кликов можно конечно же сюда давайте в качестве примера просто я выручку сюда еще вот сделаем вот так выручку сейчас таблица у нас соответственно увеличится вот у нас теперь есть первый месяц и есть два поля сумма кликов выручка вот я хочу сейчас по выручке сделать условное форматирование на цвет фона то бишь чем выше ну сейчас мы видим диалоговое окно но я заранее хочу сказать что чем выше будет значение да самое высокое значение тем более цвет будет зеленый да чем она более низкая тем будет приближен к красному цвету здесь идея какая мы сможем таким образом посмотреть наглядно сразу видеть вот именно выбросы да где у нас идет хорошо где плохо где нормально вот таким образом мы раскрасили наши ячейки так вот видно ну перемещаться влево вправо неудобно поэтому давайте посмотрим по выручке для начала ну вот удалим просто сумму кликов поставим выручка так ну вот для начала пусть будет она вот у нас информация по месяцам теперь я например хочу погрузиться в 2011 год и посмотреть по ней значит поскольку я здесь указал день вот я нажимаю сюда на 2011 год у меня модель перестраивается под 2011 год я вижу свою выручку я вижу сумму корзин сумму кликов количество корзин я вижу и я вижу матрицу вот уже более такую понятную то есть у меня есть как вот тепловизором да я уже могу смотреть где у меня вообще все хорошо где у меня плохо где у меня вообще данные отсутствуют да это вот нули у меня присутствуют в некоторых месяцах нули да это наверное не означает что в эти месяца у меня не было продаж поскольку данные достаточно такие но с хорошими цифрами вот вряд ли какие-то дни продаж вообще не было скорее всего просто не было данных вот вот таким образом я могу анализировать эти данные конечно же есть вариант не только смотреть по раскраске ячеек потому что ну градиентом потому что может кому-то это все не нравится вот мы можем удалить условное форматирование таким образом сделанное и сформировать цвет шрифта например да и назначить абсолютно любые цвета например давайте вместо красного попробуем использовать например зеленый я возьму прямо сейчас ярко зеленый а там где у нас хорошее значение я возьму вот такой золотой ну или желтый ну посмотрим как это будет выглядеть ну не очень скажем так но зато мы посмотрели что это работает сейчас попробуем сделать как он предлагает по умолчанию более темными цветами скорее этот способ работал бы лучше на заливке так ну вот то же самое да абсолютно я вижу где у меня значение более зеленого цвета где более красного цвета они более низкие а теперь давайте разместим небольшой график который покажет нам динамику изменения затрат на рекламу и выручку динамику изменения выручки по годам месяцам соответственно значит для этого во первых мы давайте выйдем из выборки года и возьмем визуализацию значит визуализация так вот он заменил извиняюсь случайно заменил уже существующий график так значит размещаем его и он у нас будет достаточно большой просто для демонстрации размещу его вот примерно на половину экрана и значит этот график называется график и гистограмма с накоплением то есть мы будем использовать два графика почему два потому что затраты на вот в нашем случае затраты на рекламу и выручка несозмеримы то есть выручка несозмеримо выше то есть разница она достаточно весомая и если вывести на диаграмму с одной осью то просто выручка задавит сумму затрат и ее будет просто не видно мы не сможем проанализировать динамику поэтому мы берем календарь в частности берем год берем месяц а так только месяц мы берем не туда так вот здесь основную ось берем месяц берем берем так берем сумму кликов это наша величина которая показывает затраты на рекламу и берем из таблицы продаж поскольку они у нас связаны берем таблицу продаж выручку но выручку мы берем не просто да вот разместите здесь но мы вот сделаем это здесь то есть мы разместим значение строк то есть сейчас вы увидите что образуется новая ось вот она новая ось то есть здесь у нас идут миллионы рублей которые отражают затраты на рекламу и выручка которая отражается на оси игрек ноут с правой стороны она отражает уже триллион этот рублей давайте теперь включим погружение и выберем 2011 год чтобы увидеть вот именно динамику как видите чаще всего так происходит именно мы должны поменять на сортировку и сортировку сделать по возрастанию вот прекрасно теперь мы видим что вот с течением месяца в 2011 году у нас затраты на рекламу снижались мы их снижали в начале года при этом выручка росла потом она стала падать полномерно при этом затраты на рекламу мы тоже снижали но не сильно при этом мая июль затраты на рекламу были примерно одинаковые то есть сильно не изменялись метки данных включим что было так вот что было более понятным вот при этом продажа но выручка именно сильно упала данных данные по выручке у нас отсутствуют за ноябрь декабрь октябрь 2011 года что не может не огорчать но тем не менее главную цель которую мы преследовали мы достигли то есть я хотел показать каким образом строятся диаграммы каким образом можно манипулировать сортировкой на том уровне на котором это возможно делать если вы будете пытаться сортировать вот в чем небольшой минус если вы будете сортировать данные текстовые данные пытаться их сортировать по скажем месяцам то есть в порядке их увеличения то например вы хотите вывести название месяцев чтобы они были в порядке своего исследования столкнулись с проблемой Power BI он как бы с трудом позволяет это сделать ну как бы та задача которую я описал ее можно сделать точно так же в данных в разделе данные и здесь можно в календаре мы уже это проделывали просто вот вот это вот данные столбец задать им сортировку по соответственно дате вот по месяцу да вот по месяцу вот так и все будет хорошо но если вы сформируете комбинированную строку год месяц да то есть и где будет участвовать вот именно январь то боюсь что у вас будут определенные проблемы оно будет сортировать как бы 2004 январь 2005 январь ну и так далее да например и остальные месяца также то есть здесь есть определенная проблема просто вот по нумерации кстати если вы проиндексируете их потом просто присвоите он все равно будет ругаться ну то есть своеобразная такая проблема но это нужно просто знать с погружением да ну данные как вот мы здесь делаем это все нивелируется за счет того что можно просто присваивать номера кстати говоря вот мы сейчас с вами так столбцы да вот мы сейчас с вами видим столбцы месяца если мы заменим их на так месяц имя вот здесь вот здесь он тут тут а мы не тот не тот график выбрали извиняюсь так если мы так вот сделаем да этот удалим сейчас он подумают мы вылетели из иерархии, сейчас заходим, вот видите, январь, февраль, март, апрель, то есть все нормально, он отсортировал, но если у вас будут комбинированные строки, то и будет проблема, имейте это в виду, все, всем спасибо за внимание, всего доброго.